Метеостанция прямо на детской площадке. Школу в микрорайоне Совхоз Первоуральский проверили родители учеников. Что необычного вы увидели и какие высказали замечания, расскажем далее. Вставляем, нажимаем педаль и пошло у нас полотенчиком гладится. Под такой глазильный каток Светлана отправляет и полотенце, и наволочки. За смену в этой прачечной стирает и утюжит 20 комплектов постельного белья для дошколят. Сегодня здесь их родители. Внимательно следят, чтобы все было разложено по полочкам. Да, вот смотрите, даже паркировка есть. Полотенца вафельные. Все как бы длинные. И начальная школа, и детский сад в одном здании. Таких комбинированных учреждений в Первоуральске всего два. В деревне Крылосово и это в микрорайоне Совхоз Первоуральский. Для его педагогов сегодня экзамен, который устраивают родители. Проверяют готовность учреждения к новому учебному году. Преподаватели не против. Кто, как не родитель, может оценить объективно те условия, в которых находится его ребенок? Нет оснований бояться. Не доверять абсолютно, потому что мы работаем вместе. Мы одна команда. Сейчас школьники на каникулах и дошколят тихий час. В сентябре в этом здании будет полторы сотни детей. Самое важное, на что обращают внимание родители – безопасность. Пока одни изучают план эвакуации, другие проверяют огнетушитель. Вот перчатки есть даже. Ольга не может пройти мимо новой посудомоечной машины и внимательно изучает интерьер ванной комнаты. Мать двоих детей состоит в родительском комитете. Сегодня она вместе с другими в роли общественного инспектора. Компанию ей составила любовь. Женщина каждый год проводит свою проверку. У меня ходил сюда ребенок 4 года в школу. И вот сейчас в младшую группу у меня ходит ребенок. Это для меня обязательно, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Внутри здания родители недочетов не находят. И тогда идут на улицу. На игровой площадке едва удерживаются, чтобы не прокатиться за рулем авто или не сыграть в метеоролога. На детской площадке оборудовали целую метеостанцию. С ее помощью можно узнать, например, силу ветра. Вот мы видим, сейчас его почти нет. Его направление, а также температуру наружного воздуха. Если заглянуть внутрь, можно обнаружить оборудование для проведения опытов. Беспокойство проверяющих вызывает береза, которая чуть накренилась над детской площадкой. Родители попросили, чтобы дерево показали специалистам. И если оно представляет опасность, спилили. Алексей Вербицкий, Дамир Харисов. Новости. Первоурайск.